Внимание! Тихо! КОНЕЦ Ачередь! КОНЕЦ 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 Я думаю, одна из нас им понравилась. Какой вздор. Ну, не скажете. Тише, тише, они останавливаются. Аркавий Михайлович, я сейчас узнаю. Добрый день. Добрый день. Второй уход, у меня это рядом. Рядом? Вон, верю вас. Леонид Максимович, постойте, куда же вы? Это же она сама. Гражданин, здесь воспрещается. Что воспрещается? Что воспрещается? Что? Гражданин, руки вверх. Товарищ, подождите. Повернитесь спиной. Повернитесь спиной. Повернитесь спиной. Завушки. Так значит, вы кинорежиссер? Помощник кинорежиссера. Документы. Контрольная? Больше никого не задержали? Бубенцов. Ага, ладно. К Свету повернитесь. Так. Фамилия? Мухин. Л. М. Верно. Сказать, это в кино работаете? Да. Будем знакомы. Бубенцов, Василий Вячеславович. В кино работаете? Да. Иван Кузьмич, приготовились. Все сидят. Стоп, стоп, стоп. Придет смелость перерыва. Все свободны. Я вот только одного понять не могу. Почему вас в нашем институте интересует именно Никитина? Такая знаменитая женщина. Обыкновенная женщина, даже хуже. Ну что вы? Весь мир следит за этой дыханием, как она ловит солнце. Ну все мы чего-нибудь ловим. А тут же совсем другое. Да какое другое дело? Какое другое дело? Ловить солнце всякое может. Вы солнце не поймали, вам же никто ничего не сделает. Вот попробовать вот эти склянки для этой ловли не организовать. Так вас, знаете, ужас сколько хлопот совсем. Вот они, незаметные герои. А мы вас тоже можем снять. Как снять? За что? Нет, в кино. Ах, в кино. Ну зачем? Я лучше буду поставлять научные барахлишки. Реквизит таскать. А что у вас есть? Пойдем покажу. Аппаратики такие ахнете. Так что, вот вы помогите нам, а мы вас опорим консультантом. Работы много? Да нет, да вы с организователем склянки для съемок. Подходящий. Я вам так скажу. По-моему, где бы ни работать, только бы ни работать. По этому вопросу все. Пойдем. Прошел. Ох, не забавил. Ах, не забавил. Что это такое? Сверхсекретная штучка. Прошел. Еще. Прошел. Куда? Твою, какая штука. Вот бы нам для съемки было, а. Постарайся без песни. Все по-моему. Все по-моему. В чем дело? Боже мой. Да у вас идите на двулочку. Ух ты. Почему вы пропускаете посторонних в лаборатории? Дело в том, что я не посторонний. Получите выговор, приказчик. Я помощник кинорежиссера. Тем хуже, где режиссера. Правильно. Упрек заслужен. Произошло смешное и нелепое недоразумение. Мы снимаем кинокартину, а такой же ученый, как вы. Мы сказали, что женщина похожа на вас. Естественно, что вы оказались так похожи на вас, что вы невольно ошиблись. По корнейшему прошу принять наши глубокие извинения. Хорошо, извинения приняты. Теперь все? А картина? Неужели она вас не интересует? Видите ли, боюсь, что у вас из этого ничего не выйдет. Почему? Потому что ничего веселого и развлекательного в моей работе нет. Я делаю серьезное дело. Но ведь наши картины тоже серьезное дело. Видал я ваши картины. Вам нужны не факты, а эффекты. Штуки, трюки, побасенки. 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 Побасенки – большая здесь сила. От этих побасенок люди плачут и смеются. На них учатся, ими украшают жизнь. Я не поклонница кино. Очень хорошо. Не понимаю, чему вы радуетесь. Дело в том, что работая над картиной, я составил себе некоторое представление о вас. И я очень рад, что вы оказались именно такой, что я не ошибся. Всего хорошего. Будьте здоровы. Ну, как она вам нравится? Она ужасна. Напротив, она прекрасна. Такой она и должна быть. Ищите именно такой тип. Чем больше наша героиня будет похожа на Никитину, тем лучше. Верочка, почему ты опоздала? Меня забежали в театре. Я так волнуюсь, дядя Лёнь. Я ведь ничего не понимаю в кино. И потом номер-то мой очень эстрадный. Может, не стоит? Что ты, что ты глупенькая. Ему как раз нужны вставные номера. Ой, я так волнуюсь, дядя Лёнь. Нет ничего, ты помнишь, как мы с тобой выступали. Внимание, приготовились. Пошли. Аркадий Михайлович, Аркадий Михайлович, вот я вам привел музыкальный номер, о котором я говорю. Что вы с вами занимаетесь номерами? У вас есть женщина, похожая на Никитину? Аркадий Михайлович, вы хотите, чтобы я вам нашел двойник Никитиной? А двойников в природе не бывает. Не бывает. А это что? Маша, Зина, пойдите сюда. А? Плохо работаешь. Искать надо уметь. Девушки, свободны. Ну что вы? Девочка, Аркадий Михайлович, актриса Шатрова, о которой я вам говорил. Что вы можете делать? Куплеты, чечетка. Мы с ней вместе выступали. Она моя ученица. Ну давайте посмотрим. Пойдем. Татьяна Иванович, помогите. Товарищи, освободите рояль. Освободите рояль, пожалуйста. Аркадий Михайлович, у вас мало времени. Да-да-да. Дядя Леня, начинайте. По бульвару вручь нажал прохожий. Птицы пели, дрели, прохопрель. Нес прохожий, тусы, чернокожий. Многоуважаемый портфель. Шел мужчина, чинка и солидно, презирая птичий перезвон. По лицу мужчины было видно, что весну не одобряет он. Ему это бедна ни к чему. И песня не нужна никому. И вешняя вода ерунда. Но, да, все равно Журчат ручьи, Слепят лучи, И тает лед, И сердце тает, И даже сень, В апрельский день Берез ты снова, как мечтает, Веселый шныр будит веселью тревогу. Крича, сахарный, Веселые скворцы. А ты не находишь, что она похожа на Нагитину? Веселые скворцы по все концы Весна идет без снег дорогу. А что? Может быть? Какой-то не сих пор. Как он видит. Вы видите, как он видит? Ведь это вылитая Никитина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо, но не пойдет. Почему? Не подходит. Аркадий Михайлович, вы сами сказали, что она очень похожа на Нагитину. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Если все переделать, тогда будет хорошо. А она может играть серьезные роли? Аркадий Михайлович, Дело в том, что она в оперете случайно. Она драматическая актриса. Может быть, может быть. Верочка, ты очень похожа на ученый. Ты можешь сыграть главную роль в кино. Масса Солнца составляет два актиллиона тонн. Три актиллиона... Постойте, постойте. Вы поймите, вы ученые. А ученый – это человек, который живет в замкнутом мире своих формул. Это пустынник в большом городе. В строгом уединении творит он будущее, презрев сегодняшние земные радости. Ясно? Ясно, Аркадий Михайлович. Я понимаю. Спасибо. Понятно. Хорошо. Делаем фото. Фото пробов. Не кокетничайте. Строже. Не забывайте, что вы играете ученую. Ну-ну-ну. Вот так. Внимание. Серьезнее. Не шевелитесь. Снимаю. Спасибо. Что-то не то. Давайте-ка попробуем еще раз. Аркадий Михайлович, я привел этого консультанта. Товарища Бубенцова. Ну, попросите его сюда вообще. Меня немножко смущает мягкость вашего выражения. Ученый должен быть более строгий, более твердый. Я понимаю, Аркадий Михайлович. Ну-ка, наденьте очки. Вот так. С очками уже лучше. Дайте портфель. Спасибо. Ну, сделайте. Строгое выражение лица. Смотрите сюда. Так. Еще строже. Еще строже. Вот так. Хорошо. Вот так и снимем. Так и снимем. Тащим туда, сказать, наиболее ответственной стеклянной части. Осторожно. Ирина Питомовна, Ирина Питомовна, я не только показать, что вы понимаете, я немедленно все отправлю в Академию. Ирина Питомовна. Это же не Никитина. Это же наша актриса. Верочка Шатрова. Что, актриса? Да, да. Ну, да. Смотри. Ну, слушайте, поразительный сход. Актриса, да? Да, конечно. Что ты говоришь? Ну, позор. Ты смотришь. Здорово. Здорово. Ну, если консультант считает, что так похоже. Так и снимем. Вера Георгиевна, приготовились? Молодец, Верочка. Тихо. Тихо. Внимание. Строже. Снимаем. Вот это возьмем. За основу. Вот он пишет, утверждаю, а я категорически пишу. Воспрещаю. Но вы же руководители. Все вы руководители. Но я фактически шесть лет ничего не делаю в театре. Мы фактически все ничего не делаем в театре. Ну, хорошо, сегодня вы ничего не делаете, но завтра вы можете получить тоже ничего не делать, а послезавтра можете получить великолепную роль. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok потому что мы не даем ей главных ролей в театре, так? Так, ну... Подождите. Дядя Леня! Дядя Леня, ну как? Завтра в 10 часов ты должна быть начинка из сценария. Не могу. Нельзя, ты нельзя. Завтра в 10 часов ты должна быть начинка из сценария. Завтра в 10 часов ты должна быть начинка из сценария. Если я разрешу, если надо скину. Тератам чего добро можно засверкать? Очень хорошо. Что хорошо? Это ей хорошо, вам хорошо, а мне плохо. Что же делать? Дать ей главную роль в театре, чтобы она не играла в кино. Логично. Да, логично. Так, ваше победитель. А, Вишкин? Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Я так и сделаю. Так я и сделаю. Так. Что тебе ничего не надо будет делать. Ты будешь молчать, тебе это служит. Я отвечаю. Имей в виду, что ты принята, но еще не утверждена. Ты делал не в том. Директор подвещает. Хабал. Директор. Сейчас. Академия Абрамович, что хотите, делайте. А генеральную я завтра не пою. Да. Академия Абрамович, что хотите, делайте. Я вижу, скажите. Шатрова. Как вас с вами? Шатрова. Шатрова. Очень хорошо. Ну что, вы действительно приготовили в Ольге? Видимо, не видно. Да. Да. Здравствуйте. Подождите. А как я брал? Подождите. Я больше не могу. Знаю, знаю, знаю. В лесковом, в лесковом. Очень быстро. Вы что же, танцы тоже? И танцы. А режиссуру смотрела? Сказали хорошо. Что? Сказали хорошо. Завтра будете репетировать генеральную репетицию. В 10 часов будете готовы. Вы что же не рады? Простите. Я радуюсь. Ну что, очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Подождите, 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 что вы с ума отошли? Музыка. 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 Музык. Музыка. 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 Если я не буду завтра на генеральной, меня просто увольят. Выход один. Надо выбрать либо театр, либо кино. Выхода нет. Свои милые труда. День, день, день. День, день. День, день. День, день. ПЕСНЯ 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 Выход есть! ПЕСНЯ Попробуй! Попробуй! ПЕСНЯ 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 Здравствуйте. Это квартира Никитиной? Квартира профессора Никитиной. Нет, она так рано никогда не возвращается. Как? Завтра целый день дома? Никогда не чудесно. Мы прибудем. Мы непременно прибудем. Квартира профессора Никитиной. Нет, она так рано никогда не возвращается. Квартира профессора Никитиной. Нет, она так рано никогда не возвращается. Аринышка, я тороплюсь накормить вас завтраком. Я решила приготовить к обеду салат из овощей. Овощи очень поднимают тонус. Очень хорошо. Аринышка, у меня есть к вам один деловой вопрос. Вы когда-нибудь сгорали от любви? Любовь это сон поэтильный. Ах, какая эффектная штучка. Что это такое? По-моему, это шляпа. Как шляпа? А откуда она у вас, Аринышка? Да это мне прислали из дома модели. Прелесть какая. Можно я примерю? Да, красота это страшная сила. Можно я в ней пойду? Я скоро вернусь. Мне надо на Тишинский рынок и в кооператив. Хорошо. Капитан, капитан, улыбни. Капитан, капитан, подтянитесь. Только смелым подчиняются моря. Аринышка, я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллейбусе. Здесь. Да, Аринышка, вам придется открыть, если будут звонить. Да, да, конечно. Капитан, капитан, улыбни. Смелым покоряются моря. Милый, милый. Это она? Ну что ты? Дядя Лень, я боюсь. Не бойся, не волнуйся и, главное, настаивай на своем. Что вы хотите? Здравствуйте, товарищ Никитин. Здравствуйте. Вы от кого? Я артистка Шатрова. Мне очень нужно поговорить с вами. Простите, я не могу, я занята. Я знаю, но я очень прошу вас. А вы от кого? Я артистка. Я играю бас в кино. Вы? Да. Ну, войдите. Спасибо. Пожалуйста. Проходите. Садитесь. Я вас слушаю. Если вы могли поехать в студию вместо меня на полчасика, а я в театр... Вы с ума сошли. Почему? Вам ничего не придется делать. Вы будете просто сидеть и слушать сценарий. Что слушать? Какой сценарий? Сценарий о вас. Я не позволю, чтобы из меня делали какие-то киноштуки. Нет, нет, вы ошибаетесь. Это не киноштуки. Это как раз может быть очень интересная картина. И там чудесно показана вся ваша жизнь, ваша работа. Работа. Чем меньше будут знать о моей работе, тем лучше. Воображаю, что они там понаписали. Может быть, вы думаете, что я не сумею сыграть эту роль? Я буду очень стараться. И я уже репетировала, и я начала уже вживаться в образ. Вот, посмотрите, пожалуйста. Масса солнца составляет три актиллиона тонн. Два актиллиона свечей. Ну-ка. Значит, ваш режиссер меня представляет такой. Да. Вы понимаете, ученый – это пустынник в большом городе. Он видит будущее и не обращает внимания на сегодняшний день. Ну, во-первых, это сильно преувеличено, а во-вторых, это совершенно неправильно. Впрочем, я так и думала, что из меня будут делать занимательную механику. Я так мечтала сыграть эту роль. Простите. До свидания. Подождите. Так вы говорите, ученый – это пустынник. Это не я говорю, это наш режиссер. Ага, так-так. Давайте-ка ваше пальто. В этом деле надо разобраться. Ой, вы поедете! Вот наша машина. Что случилось? Взять ли? Да лахи уведите. Ну, опасно. Скорее. Сейчас, сзади, сейчас едем. Сейчас, сейчас. Как раз олеем. Я очень поеду, чтобы не опоздал. Уезжайте. Спасибо вам большое. И еще. И еще. Все-таки отказала. Не женщина, а истукан. Ой, кто-то тебя поминает. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Да правда. Поправьте. Ха, да чего похож? А вот вы сегодня что-то слишком похожи на Никитину. Неужели? Да-да, здравствуйте, Вера Георгиевна. Здравствуйте. Вы помните, что мы вчера говорили? Э-э-э, ученый — это пустынник. Так кажется. Да-да. А вы что, не согласны? Нет, я не согласна. Я считаю... Позвольте, позвольте, мы же вчера с вами обо всем договорились. Что случилось? Я вас сегодня не узнаю. Она так вошла в роль, Аркадий Михайлович, что я сам ее не узнаю. Сценарий читать не будем, давайте снимем еще одну пробу. Пробу? Одевайте, гримируйте, я буду в декорации. Честное слово, это очень... Я сейчас же еду домой. Покажите дорогу, пожалуйста. Ирина Петровна. Где вы это? Верочка. Ирина Петровна. Товарищи, я закругляюсь. Я ученых знаю, понимаете, как облуплены. Это что такое? Это наш консультант Бубенцо. Бубенцо? Работает, понимаете, на всем готовом. Я им все обеспечиваю. Аппараты, агрегаты, полный порядок. Открытие. Что открытие, открытие. Они без меня банки консервов не откроют. Спокойно. Вопросы будут? А вы сами-то кто будете? Я буду ученый-консультант по научной части. Дальше, товарищи. Как они, значит, работают? Очень просто. Я все их секреты знаю. Вот так. Сел, задумался, открыл. Понимаете, самое главное задуматься. Вот так. И полный порядок. Пифагоровы шторы на все стороны равны. А, Верульчик! Привет! Отдохните, товарищи, покурите, покурите. Что, слушали мой инструктор? Вам полезно. Если вы кинете вопрос по научной части, запросто обращайтесь ко мне, полный порядок. А почему вы здесь? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Да и сегодня вы меня не испугаете, нет. Очень похоже, очень, но сегодня трючок у вас не выйдет. Ну, бросьте шутить, ну, хватит, ну, мне неприятно, ей-богу. А какое вы имеете отношение к кино? Платят, дополнительная материальная база, а потом, знаете, где бы не работать, только бы не работать. Верно? Нет, товарищи, извините, надо консультировать, пока. Идемте обратно. Где ваш выжесел? Товарищ Шатрова. Товарищ Шатрова, одну минуточку. Устроит вас это платье для пробы? По-моему, хорошо. Устраивает. Надо скорее кончать этот маскарад. По-моему, у вас начинают все принимать меня за Шатрову. Ирина Петровна, может быть, вы останетесь здесь, а? Вместо Верочки. Да вот, видите ли, вас все ведь принимают за Верочку. Недоразумений никаких быть не может. А вам тогда все будет виднее. Пожалуй, это мысль. Действительно следует мне разобраться во всем этом деле до конца. А так будет удобнее. Вы святая женщина. А что мне делать? Гримироваться, одеваться, сниматься. Ну что ж, давайте гримироваться. Прежде всего, ее абсолютно не касается, занимаясь я спортом или нет. Совершенно это не должно ее касаться. Артист Фенин готов? Готов. У меня один узкорочек. Неважно. Следующий. Сатрова у ролевого образа. Артист Фенин, пожалуйста, у вас на съемке. Она прежде всего должна мне выдать тапочки, если они мне полагаются. Правда? А потом я уже с ними могу делать все, что мне угодно. В конце концов, я могу с ними просто в них спать. Что вы сделали сегодня со своим лицом? Уберем эту деталь. Вы сегодня совершенно на себя не похожи. Что вы говорите? Совершенно не похожи на Никитина, я говорю. Ну, знаете. Верунчик, вы уж слишком копируете свой образчик. Эту, как говорят, у нас в институте сушеную акулу. Кого? Кого? Никитину. Ну, знаете ли. Вроде шутки. Такие шутки, я консультирую. Да, но с артистами так нельзя. Ай, у меня 50. Ну, губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. Баби, еще главное дело, что они хотят меня сейчас отправить в отпуск. Как будто я могу с такими нервами в отпуск ехать. Это совершенно не годится. Это, я думаю, будет хорошо. Ну, хорошо. Средняя пухлость. Сексапил номер 4. Ну, нос. Нос уже совсем другой конфигурации. Сапа мой, очень похож. Тампончик. Еще тампончик. Довольно. Я достаточно похожа на Никитина без ваших тампончиков. Это вам так кажется. Ну, посмотрите, какое у вас лицо. Какая грубая работа. А мы из вас сделаем настоящую Никитину. Делайте, что хотите. Разрешите? Довольно. Прошечко. КОНЕЦ КОНЕЦ Когда в наше сердце приходит любовь, Свежа, как цветы полевые, Все чувства как будто рождаются вновь, И мир понимает впервые. Я шесть лет ращу этот талант. А как ее фамилия? Шаврова. Шатрова? Это все. Откуда такое сияние, Кто дал этот запад и кровь, и цветам, Кто сделал двор славный, звезда? Моя выдвиженка. Моя выдвиженка. Моя выдвиженка. И ведет себя без любви, Без нее Все в небо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дяде Лёнь, как хорошо, что ты здесь Я не знаю, что мне делать, у меня через 5 часа концерт Никитина тоже там на студии нервничает Чёрт знает, какая перепутанность получается Всё в порядке? Ну, познакомьтесь, пожалуйста, это как раз товарищ из киностудии Он приехал за мной Роща! Мухин Мы сегодня, Ирина Петровна, от тебя никуда не отпустим А вы, товарищ Мухин, оставайтесь с нами Сейчас я скажу его Что делать? Я боюсь Да ты не бойся, не бойся, я же с тобой Ну, тебе повезло, Верочка, ты попала в научный мир Изучай обстановку, приглядывайся, проверяй свою роль Играй Никитину Вспомни, как ты репетировала с Аркадием Михайловичем Как же сразу так? Ничего можно Можно? Сразу! Дерзай! Ирина Петровна, наконец-то! Здравствуйте! 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 Простите, я ненадолго, я занята Мухин! Я киноработник Мы снимаем картину об ученых И я хотел, знаете ли... Очень приятно Иван Николаевич, у вас к телефону Сейчас, простите, пожалуйста, входите, входите Здравствуйте, Ирина Петровна Здравствуйте! 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 Простите, но мы с вами не знакомы. Профессор Козырев. Ну, кто же не знает профессора Козырева? Да, но меня только вчера утвердили в этом звании. Да? А я вас только сегодня так и назвала. Рассеянно, как всегда. Да, так вот насчет напряжения. Черт, Леня, мы в случае уйдем отсюда? Да что ты, что ты, пользуйся случаем. Присмотрись, вот у тебя настоящий научный кабинет. А я пойду, позвоню Никитину, узнаю, как там они. Только кто? Да, Никита. Ирина Петровна. Что вы тут делаете, голубушка? Я? Я... Ну, неужели вы не можете не работать даже в гостях? Извините. Ну, идемте. Идемте на гост. Послушайтесь, старика, Ирина Петровна. Ну, посмотрите на луну. Погуляйте с молодым человеком. И хоть на часок забудьте о своих опытах. Ну, раз, два, три. Забыли? Забыла. Ну вот. Я понимаю, что в такую ночь не хочется говорить о делах. Но я прежде всего журналист. Можно задать вам один вопрос? Нет, нет. Никаких вопросов. Ирина Петровна, Ирина Петровна, почему? Ну, что в самом деле? В гостях и какие-то деловые разговоры. Довольна. Ирина Петровна, куда вы бежите, Ирина Петровна? Довольна, довольна. Я же вас не съем, Ирина Петровна. Чего вы боитесь, я не понимаю? Один вопрос. Никаких вопросов. Ирина Петровна, я вас не заперзаю. Редакция поручила мне узнавать. Пойте. Что пойте? Журчат ручьи. Какие ручьи? Лепят лучи. Какие ручьи? И тает лёг, и сердце тает. Только вы не знаете? Нет, не знаю. Это очень славная песня. Журчат ручьи, лепят лучи, и тает лёг, и сердце тает. У вас здесь только опыт и рассуждения. Покажите учёных в жизни. О чём они говорят дома, как отдыхают, как развлекаются. Ну, я не знаю. Ну, пусть ваши герои запоют, что ли? Ну, уж с этим я никак не могу согласиться. Я утверждаю вам, что учёные не поют. Теперь все вместе. Журчат ручьи. Нет, нет, не так. Журчат ручьи. Нет, нет, мне бы хотелось так. Журчат ручьи. Лепят лучи. И тает лёг, и сердце тает, и даже пей, и даже пей, и даже пей, в апрельский день, в апрельский день, в апрельский день. Журчат ручьи. Журчат ручьи. Журчат ручьи. Журчат ручьи. Весёлый шмель гудит весеннюю тревогу. Журчат ручьи. Журчат ручьи. Кричат скворцы, кричат скворцы. Кого вы привезли? Это не она. Я уже год не слышал, чтоб она пела. Обаятельный шитель. А ну! Кто тебя просил петь? Что? То, что Никитина не поет, значит, надо бежать. Я еще успею на концерт? Конечно, конечно. Скоро? Сейчас, сейчас, поедем. Может, я пока переоденусь? Переодевайся. Аркадий Михайлович, утром шатрогу это платье устраивало, а сейчас я оно не нравится. Что, не нравится? Ну, знаете, я уже на все согласен. Пускай ученые поют, танцуют, пускай Никитина ходит на голове. Вы же сами это просили. Что же вам еще не нравится? Это совсем не так. Я хотела, чтобы... Да вы сами не знаете, чего вы хотите. Аркадий Михайлович, куда их девать? Кого? Дипломатов. Давайте их сюда. Ребята! Ребята! Давайте сюда. У нас в картине будет встреча вот с этими господами. Как, по-вашему, передовая советские ученые должна их встречать? Будете сниматься в этом лапте. Пошли. Встаньте вниз. Хорошо, хорошо, уходите. А что? А что? Ничего, ничего, не волнуйтесь. Это пробные фото. Приготовились. Снимайте. Внимание. Снимаю. Спасибо. Шуба свободна. Возьмите шубу. Разрешите вас на минутку. Хорошо. А вы можете покурить. Когда понадобится, вас позовут. Товарищ мой, а? Вы не видали Риза Петровна? Нет, но я это как... Это вы? Это я. А это что такое? Это я хотела сделать сюрприз. Да, но Ирина Петровна себя плохо чувствует. Я очень плохо себя чувствую. И она сейчас поедет домой. И я поеду домой. Как домой? Нет, я вас привез, я вас отвезу. У него же машина испортилась. Я понимаю, что... Поехали, поехали, поехали. А я лучше пешком. А, чудно, мы пешком, пешком. Не беспокойтесь, через несколько минут Ирина Петровна будет дома. Дома? Где дома? У Никитиной дома. Вчера вы со всем соглашались, и сегодня вы все отрицаете. Ну, хорошо, хорошо. Давайте что-нибудь придумаем. Вы считаете, что нужно показать ее внутренний мир? Что-то личное, да? Да, конечно. Иначе она будет манекен. Допустим, мы покажем в картине ее любовь. Что? Да, любовь Никитина. Это идея. Ученая должна любить, может любить. Хватит рассуждать, давайте попробуем. К примеру, скажем реплику. Я вас люблю. Давайте. Как, так сразу? Ну, можно не сразу, вздохните. Давайте. Вера Георгиевна, вы, по-моему, не совсем понимаете, что такое любовь. Татьяна Ивановна. Да, да. Где у нас материалы о любви? Они здесь. Прошите сюда. Пожалуйста. Спасибо. Любовь, высочайшая поэзия, высочайший восторг, идеал изящного и идеал святого. Герцог. Да. Или вот. Да, половина, и притом прекраснейшая половина жизни скрыта от человека, не испытавшего любви. О! Вот-вот. Во взгляде уже что-то есть. Давайте скрепим этот взгляд. Смотрите на меня и объясняйтесь мне в любви. Внимание? Приготовились? Начали. Я не могу, Аркадий Михайлович, к сожалению, это для меня очень трудно. Ну, тогда попробуйте выразить свои чувства без слов. Движением, жестами, взглядом. Что это? Наше время кончилось. Здесь начинается другая съемка. Можно посмотреть? Посмотрите. Вам это будет очень полезно. Как грустно мне твое явление, весна, весна, пора любви. Какое томное волненье в моей душе, в моей крови. Пойдемте поближе. Пойдемте поближе. И в сердце дума заранилась, пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем ожиблено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, Алкала пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь. И дождалась. Открылись очи. Она сказала, это он. Я все время думаю о том, что вы мне говорили. Знаете, Вера Георгиевна, очень немногие молодые артисты решились бы со мной говорить так смело и прямо, как вы. Я благодарен вам за это. Ну что вы. Я просто хотела заступиться за женщину, на которую я так похожа. До свидания. До свидания. На сегодня хватит. И так до завтра. А что там? А там еще одна съемка. Можно я посмотрю? Пожалуйста. Кстати, поносите это платье, вам будет полезно в нем выходить. Пойдемте. Я помню чудное мгновение. Передо мной Явилось ты, как мимолетное виденье, как пение чистой красоты. Пойдемте. 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 ПЕСНЯ 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 Как все это интересно! Вы находите? А вот Никитина считает, что это ерунда. Чепуха, вздор... Побасенки! Побасенки! Аркадий Михайлович, вот этот Гоголь считает, что мир задремал бы от таких побасенок. Совершенно верно. А по-моему, мир задремал бы от таких побасенок. А как вы считаете? Ну как вы думаете? Аркадий Михайлович, мы оба пробуемся на роль Гоголя. Да. Он услышал спор. Так, может, мы нам поможем? А, ну давайте сюда. Простите, Вера Георгиевна. Побасенки! А вон протекли века. Города и народы исчезли с леса земли. Как дым унеслось все, что было. А побасенки живут и повторяются поныне. Побасенки! Но мир задремал бы без таких побасенок. Обмелела бы жизнь. Плесенью и тиной покрылись бы души. Побасенки! Вот, по-моему, так. Конечно, так. Пожалуй, действительно так. Я был прав. Спасибо, Аркадий Михайлович. Спасибо, Аркадий Михайлович. Вот видите, только в киностудии можно увидеть сразу двух Гоголей. Да и то не настоящих. Ну, мне пора. До свидания. До свидания. Леночка! Проводите гору. Леночка! Проводите гору. Леночка! 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 Вы что, никогда не видели Луны? Конечно, видела. Но я никогда не обращала на нее внимания. ПЕСНЯ 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 нам надо выяснить наши отношения в среду в кооперативе вы мне говорили что я вам снилась но говорю значит я вам нравлюсь ну айтис а что вам больше всего вам не нравится жил площадь что вы сказали ну что что я хотел сказать глазки ясно теперь мне все ясно и 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 Повторяйте, Львовне! Меня никто не спрашивал? Нет, никто не спрашивал. Что с вами? Ничего не со мной. Что вы сделали с вашей головой? Простите меня, я сделала перманент. Я покрасилась красным стриптоцитом. Какой ужас! Что с вами происходит, Маргарита Львовна? Не спрашивайте, не спрашивайте. Еще одна личная катастрофа. Я так наказана. Это вы? Да, это я. Аринушка, а что с вами происходит? Не спрашивайте меня. Не спрашивайте меня. Что это? Это мышки, это мышки. Мышки, мышки. А-а-а-а. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а! Я вас разоблачила, вам не нужна моя страсть, вам нужна эта же площадь, убирайтесь вон. Верните мне мои письма и телеграммы. Мы зашли слишком высоко. Да, слишком. Ирина! Кто там? Открывайте свои, свои. Вернулся. Вернулся. Добрый вечер. Ирина, я жду. Извините, пожалуйста. Ирина Петровна, ваше пальто. Ирина Петровна. Ирина Петровна. Ирина Петровна, это я. Теперь слуховые галлюцинации. Ирина Петровна. 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 Что с вами? Ничего особенного. Я сошла с ума. Вера, помогите. Скорая помощь. Здравствуйте. Здравствуйте. Где у вас тут был лев? Кто? Лев Маргаритович. Больной это я. Больной это я. Доброе утро, Ирина Петровна. Здравствуйте, здравствуйте, тетя Агаша. Цветы убрать? Почему же нет? Пусть остаются. Тут надо все переделать, тетя Агаша. Она права. Все надо переделать, все. Сценарий надо пересмотреть, переработать. Что это за декорация? Нет, она правильно говорит. И это тоже все не то. Прежде всего надо знать материал, над которым мы работаем. А не выдумывать. Надо изучать, наблюдать. И то, что мы видим один раз, нельзя принимать за правила. Мало ли что, может случиться один раз. Этого я больше не допущу. Куда Бория? Это же мне похоже на жизнь. Что случилось? Сердится, но как? И все из-за ваших вчерашних разговоров. Скандал. Вы? Здравствуйте, Аркадем Иванович. Вот, товарищи. Перед вами молодая артистка. Первый раз в студии. Я хотела... Подождите. И она вам показала пример. Она смело спорит со мной. Она защищает свою собственную точку зрения. И она права. Спасибо. Сегодня Никитина показывает свои опыты. Поедем-те-ка вместе с нами в Институт Солнца. Сегодня наш институт демонстрирует опыт конденсирования солнечной энергии в большом объеме. Вся энергия, какую мы имеем на Земле, происходит от одного источника. Это энергия солнечных лучей. Что здесь будет происходить? Видите ли, солнечная энергия концентрируется на солнценносящей жидкости, находящейся вот в этом шаре. Жидкость эта, проходя тысячи раз под солнечными лучами, впитывает в себя все больше и больше солнечной энергии. Садитесь, пожалуйста. Сегодня Ирина Петровна просила меня быть вашим шефом. Никитина? Да. Вот она. Приготовились. Включайтесь. 40 60 80 100 6 7000 Ирина Петровна, осторожней. Ну ладно, опыт опытом. В крематоре я всегда успею. Одну минуточку, дядь. Редакция? Это Виктор Семенович. Да-да-да. Да-да-да, опыт идет хорошо. Вызовите стенографистку, я продиктую первую информацию. Редактор субтитров А.Семкин Куда ты, Вертика? Мне нужно позвонить к телефону. Если жидкость не испарится, а останется хотя бы на одну минуту, произойдет переворот в науке. А если испарится, тогда что? Ну тогда мы снова будем делать опыт за опытом, пока, наконец, не добьемся. Стоп, 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 довольны. Костенсаторная, в чем дело? Ирина Петровна, больше нельзя. Не ваше дело. Прошу за уми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Есть, кончились. Редактор субтитров А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова Это я, я. Вы ошибаетесь, товарищ Пеннин. Верочка, что такое? Дядя Леня, задержи его на минуточку, а я поговорю с Ириной Петровной. Хорошо, сейчас. Ирина Петровна, вы здесь? Добрый вечер. Здравствуйте, Аркадий Михайлович. Я хочу вас поздравить, товарищ лейтенант. Я хочу сказать вам... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Я окончательно влюбился. В кого? В свою Никитину. Образ ученый. Так я и думала, что не в оригинал. Ведь оригинал это сушеные акулы. Дорогой Аркадий Михайлович, а я думала, что мужчины, и особенно режиссеры, более наблюдательные. Не может быть. Аркадий Михайлович, а кому вы вчера объясняли, что такое любовь? А.Семкин Корректор А.Егорова Маргарита Львовна, Маргоша! Я не хочу с вами разговаривать. Я вас презираю. Меня уволили из ученых, но не выгоняйте меня из своего сердца. Умоляю, серьезно. Ведь я теперь... Какой человек? Вы мне скажете, пуберцов. Достань солнце с неба. Пожалуйста. Боже. Мама! А-а-а-а! А-а-а-а! Боже, как я погорел. И так будет со всяким, кто некультурно обращается с атомной энергией. Ты не са атомная, солнечная. А-а-а! Будьте здоровы! А-а-а! Вы даже в огне не горите. И это ничтожество я почти любила. Боже. Как я погорел. Неужели это были вы? Боже мой, ну что я вам вчера наговорил? Как вы все это терпели? Это было полезно для меня. Видимо, каждому не вредно знать, что о нем думают на самом деле. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ Рощин. Да, Ирина Петровна. А я не совсем Ирина Петровна. Что значит не совсем? А кто же тогда Ирина Петровна? Вот Ирина Петровна. Вы мне все перепутали. Я уже не знаю, какие бывают ученые, какая вы на самом деле. И какую мне теперь снимать картину. А вот вы сделаете картину о том, что с нами произошло. Что вы, что вы? Никто же не поверит. Почему? Это будет и забавно, и поучительно. Это же будет комедия. И очень хорошо. Ну какая же тут будет проблема? Ну пусть это будет проблема весны в душе человека. Пусть это будет комедия. О некоторых, ну скажем, немного излишне сухих работников науки. Как вы хотели. Ну тогда и о некоторых, скажем, немного излишне поверхностных работников кино. Как вы хотели. И о том, что очень плохо, когда человек сам обедняет свою жизнь. Очень плохо, когда он считает, что... Что... Что вся эта весна ни к чему. А-а-а-а-а! Что песня не нужна никому. А-а-а-а! Что вишняя вода ерунда. Да, да, ерунда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Котчик.